Музыка Очередное пленарное заседание общественной палаты состоялось 30 августа. Наша съемочная группа поинтересовалась планами общественников. Повестка заседания была насыщенной. Среди актуальных вопросов, поднятых общественниками, такие как доступная среда. Общественная палата будет заниматься им очень плотно. Практически будет сделан мониторинг по всем объектам культуры, спорта. Также будут изучены и объекты торговли, и те дома, где проживают у нас инвалиды-колясочники. Поступило к нам письмо от жителей микроорганизма Восточной. Вопрос тоже сложный по поводу доступности медицинских услуг и медикаментов. Сейчас мы это тоже рассмотрим и обратимся с письмом главе города Лобня с просьбой взять на контроль этот вопрос. По итогам заседания были даны поручения по проведению общественного контроля предстоящих дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Лобня, назначенных на 10 сентября. Рассмотрены промежуточные результаты мониторинга исполнения губернаторской программы «Мой подъезд» и контроля за несанкционированными свалками твердых бытовых отходов. Каждый председатель комиссии отчитался о проделанной работе за август и планах на сентябрь. Принято решение наградить высшей наградой Общественной палаты города Лобня медалью за заслуги перед обществом председателя Совета ветеранов города Лобня Евгения Воробья приурочить награждение к Дню города. В рамках федерального закона об основах общественного контроля в Российской Федерации Общественная палата выступила инициатором проведения общественных слушаний строительства пристройки к средней школе номер 5, которые назначены на 7 сентября. 16 сентября члены Общественной палаты примут участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». В преддверии 1 сентября общественными наградами за большой вклад в развитие образования города Лобня были награждены начальник управления образования Владимир Зиновьев и директор школы номер 2 Светлана Беликова. Кроме того, Николай Курицын проинформировал к собранию об участии Общественной палаты города в заседании Общественной палаты Московской области, которая состоялась 29 августа. Собирались все председатели со всех городов, со всех округов. Были рассмотрены вопросы по работе общественных палат, наметили пути, как будет работать муниципально-общественная палата в новом САЗе.